друзья мои еще раз всем хочу пожелать отличного настроения напомнить что эта программа хит фан шоу и как я обещала появляются у нас гости в студии ну то есть гости в студии уже появились мне бы сейчас хотелось поздороваться с очень ярким представителем этой большой компании у нас здесь в студии сергей шевелев сергей здравствуй здравствуйте слышно хорошо да отлично отлично тоже все хорошо слышно сергей у нас здесь не просто так мы сейчас будем задавать ему массу вопросов будем ждать от него честных откровенных от это обязательно но у нас вообще главное событие ростова за последнее тысячелетие открывается чайная у нас мой чай в ростове мы занимаемся чаем китайским чаем прежде всего но не только и у нас такой особый подход потому что мы занимаемся не только продажа но и на продвижение китайской чайной культуры и сегодня открывается чайный клуб точнее завтра открывается чайный клуб сегодня технического на старт вот на сером пивовича 74 правильно да вот и мы рады пригласить вас на встречу прежде всего завтра нас будет дегустационная встреча вечером и заходите на сайт мы чай точка ру там будет та же ссылка на ростовский филиал и будет много хорошего чая будет возможность подегустировать чай получить впечатление от китайской чайной церемонии но и вообще много чего нового узнать в принципе нас уже очень много друзей в ростове до этого мы работали почта отправили чай из москвы и очень много друзей обрадуешь наконец-то мы открываемся здесь ростов вообще чайный город в общем то здесь много чайных клубов и теперь будем мы я думаю это будет очень здорово для всех любителей чая в ростове друзья в связи с открытием в нашем родном городе клуба чайной культуры который очень просто называется мой чай 18 июня в 17 часов ровно состоится двухчасовая дегустация с вами непосредственно сергеем шевелевым по адресу серафимовича 74 сергей приглашает абсолютно всех и если вы сейчас хотите задать вопрос сергею пока он в студии у нас присылайте его на номер 8 928 903 101 ну поделитесь вот таким ответом на вопрос вот он меня очень сильно интересует вот правило хранения китайского чая купил же чаёчек да вроде там в пакетик куда-то насыпал на верхнюю полочку положил и пусть он себе там лежит но сам самое главное это чтобы не было доступа воздуха то есть если вы там в пакете купили какой-то чая он должен быть герметичный вот но нас конечно очень много сортов чая и поэтому на каждый сорт так иначе есть какие-то различия в условиях хранения но основном это отсутствие посторонних запахов отсутствие значит доступа кислорода чтобы не было слишком жарко вот ну и может быть для некоторых сортов важно еще вентиляция чтобы не было слишком только зато пространство вот но опять таки вот если взять так очень обобщенно взять мир чай пуэр там да многими любимый его не про нужен доступ воздуха наоборот ваша хранится в основном в прессованном таком виде прессованных блинах нужен доступ воздуха комната температура довольно высокая влажность важно чтобы не было очень сухо при этом он может хранить спокойно дома там как говорится чем дольше он лежит тем лучше т.е. он не портится то и наоборот диаметральный противоположный например чай тигуани нина да ему на оборот нужен отсутствие воздуха полное то есть это вакуум желательно если вы храните его долго хранить может быть в холодильнике но и только если вы долго храните если прокупили чай и там месяц-два его весь выпить это не обязательно холодильник нет необходимости и тоже опять-таки отсутствие посторонних запахов и Но, вот видите, два сорта и очень разные условия. Поэтому, в целом, я обычно тоже не советую там накупать какие-то огромные количества чая, которые чувствительны к хранению. То есть, его купили, выпили, через месяц еще купили, и хорошие компании обычно следят за тем, чтобы на складе всегда был свежий чай, чтобы вы пришли в магазин и купили свежий чай снова. Обычно за этим должен следить не покупатель, а, собственно, сам магазин. Это больше ответственность именно продавца. То есть, если я пришла в магазин и вижу, как там упакован чай, то мне продавец порекомендует именно таким способом сохранять чай дома. Ну да, ну да. В общем-то, это работа профессионала, любого то, чтобы посоветовать покупателю, как правильно обращаться с чаем, в зависимости от сорта. Потому что, всегда это будет по-разному. Сергей, ну вот вам я уже доверяю. Вот вы как только зашли, я поняла, что вы тот самый человек, к которому можно довериться. Но не каждый же так будет относиться. Вот, ну, знаете ли, можно не так? У нас есть главный инструмент, я снимаю блог, очень большой на YouTube. В общем-то, на нем же, наверное, потом появится этот ролик. Там уже несколько сот видео, уже больше пятисот видео, которые я снимаю в Китае, которые я снимаю в наших чайных клубах, где я рассказываю про чай, и про производство чая на местах, и про способы заваривания, и какие-то интервью с технологами, со специалистами. То есть, мы стараемся максимально показать нашу деятельность изнутри и описать, рассказать о чае понятным языком, без каких-то там перекосов в ту или иную сторону. Поэтому, мне кажется, благодаря этому вообще формируется какое-то отношение доверительное к нам в целом. Потому что, когда показываешь, что есть, честно, как ты сам это видишь, если какие-то есть ошибки, честно их признаешь, исправляешь. Если что-то хорошо получается, делаешь усилие, чтобы сделать еще лучше, то, в общем-то, все получается. То есть, мне кажется, вот это главный такой секрет успеха, именно нашего, непосредственно. Сергей, ну а если вот вам написать какой-то комментарий или личное сообщение? Всегда отвечаю. Всегда. У меня открыты комментарии на YouTube, у меня открыты сообщения ВКонтакте. Это, конечно, бывает иногда тяжело, когда какие-то совсем простые вопросы, часто я просто перенаправляю сотрудникам. Да, но вообще, меня очень легко найти, то есть, в интернете, я всегда на связи. Это, как бы, моя работа. У меня с собой есть чай, которого тут, в принципе, не часто попьете-то так-то. И мы на открытии клуба, я без всякой рекламы просто говорю, что мы на открытии чайных всегда возим какие-то эксклюзивы, просто из моей коллекции, которые я в продажу там либо ставлю, либо вообще даже бывать не ставлю, потому что их мало. Но делиться-то ими хочется, и каждый раз хочется какой-то повод классный. Но тут чай открывается, реально вот, ах, возьмем и сделаем. Скажи привет в Instagram. Привет в Instagram. Да. Да, чай будет крутой. Юнси Хуцин 80-го года будет. От которого в Химках все с ума сошли вообще. Можете спросить в Химках. У нас есть один очень юный клиент, который на Покровке заказывал. Он по чуть-чуть берет разных всяких чаев, и его он тоже взял. не, ну Юнси это вообще космос. То есть это такой чай, который, да, стоит. Даже люди, кто не очень понимает чая, они понимают, что после этого не хочется ни алкоголя, ничего еще, потому что чай, он при выдерживании, когда стареет, у него меняется очень сильно химический состав, и он получается такой особенный по состоянию. В хорошем смысле. Я вот, если честно, ну вот как-то… Не сталкивались? Или просто неинтересно? А, не зеленый. Это лао чуа. Да. Нет, то, что не любят зеленого, это нормально. На самом деле просто у многих ассоциация, что китайский, скорее всего больше зеленый. Да? Потому что китайцы сами действительно больше всего любят зеленые. Вообще в Китае там и черные, и красные, и улуны, и пуэры, и вообще все что угодно есть. Поэтому там… Мы на плане реально заморочены, потому что я в Китае вот… В этом году уже три месяца был в Китае, из шести там, И вы так пошите всю жизнь, потому что хочется находить интересные штуки. Друзья мои, конечно же, все самое интересное происходит за эфиром. Мы здесь сидим, общаемся с Сергеем, он так много секретов рассказал, но с некоторыми из них он сейчас поделится в прямом эфире. Знаю, что сейчас идет прямая трансляция. Где можно посмотреть прямую трансляцию? На инстаграме можно посмотреть. Мы, правда, ее отрубили, но сейчас включим обратно. Инстаграм мой чат. На ютубе можно тут же смотреть. На ютубе можно посмотреть, да, тоже, но уже позже. Записи, я думаю, мы сохраним запись. На канале найти можно легко. Сергей Шевелев на ютубе вбивайте, находите меня сразу, и очень много еще интересного о Китае, о чае, и вообще можно будет найти и узнать. Я вот честно признала Сергею, что не люблю зеленый чай. И знаете, он открыл для меня вот какой секрет. Оказывается, в Китае не только зеленый, но еще и черный, красный. Зелтые, белые, пуэры и хай-чай еще есть, да. А пуэры это вообще отличается, да? Пуэры это регион произрастания, прежде всего, юнайн. Ну и то, что чай из деревьев собирают, и то, что другая технология производства абсолютно отличающаяся. Так в двух словах не рассказать, но чай специфичный. Я думаю, многим любителям чая по-любому он известен. Поэтому я уж не буду так совсем про него много рассказывать. А как разобраться буду? Разобраться, пробуешь, узнаешь. На самом деле так в двух словах, конечно, часто человек, когда только-только знакомится с чаем, для него такой огромный мир такой, тут куча китайских названий, что делать, ничего не понимаю, как мне все это понять. Просто постепенно начинаешь пить, знакомиться, пробовать разные сорта и запоминаешь. На самом деле очень богатый мир китайского чая. Это сотни сортов. Постоянно, причем, появляется что-то новое. Китайцы любят в этом плане экспериментировать. И, то есть, это такое, можно всю жизнь изучать, пробовать. Это интересно. То есть, как хобби, это очень здорово. Мне лично нравится. Чай, тот, который куплен через интернет, ну вот, например, на Алиэкспрессе, он же, может, гораздо дороже. Вот, или лучше? Он может быть и дешевле, он может быть и хуже, он может быть и лучше. Ну, это редкость. Не в нашем случае, он может быть лучше, по крайней мере. Но самое главное с ним история, то, что вы всегда у кота в мешке покупаете, вы не знаете, что это. Почему вообще развивается и наша тоже история, то, что мы только в этом году уже шестой, получается, клуб открывается, да. Потому что чай – это продукт, как хлеб. Вот вы приходите, вы хотите его попробовать, посмотреть, понюхать, пообщаться с продавцом, выбрать то, что вам нравится. И, как бы, покупать в интернете, ну, для меня, например, это как-то немного неестественно. Просто приобретать то, что я хочу увидеть, почувствовать, потрогать своими руками. Вот. И поэтому, конечно же, чайный клуб, а потом это еще и продвижение культуры. Это ты приходишь, знакомишь и смотришь, как правильно заварить, как интересно его проподнести, посуда. Это такая целая игра, целый мир, который очень так, когда начинаешь в него погружаться, очень сильно увлекает. И, действительно, просто чайный клуб – это место, которое становится центром вот этого увлечения для очень многих людей. И там, наверное, аж непосредственно в магазине собираются единомышленники. Ну, конечно. Таким образом можно еще и познакомиться. Ну, конечно, да. Ну, поэтому, как раз делается не только магазин, но именно клуб. Почему мы называем все клуб? Потому что есть место, где можно попить чай. Не только купить, но и попить. Часто люди просто приходят именно отдохнуть. То есть это отдельный способ досуга. Очень хороший, причем здорового. То есть без алкоголя, без сигарет, без… То есть вы можете прийти, там, скушить там сухофруктиков, попить чай, отдохнуть и замечательно провести время в трезвой, спокойной, приятной такой лаунжевой атмосфере. А есть ли чай, который немножечко опьянен? Конечно. Вообще любой чай, ну, хороший чай. Он содержит достаточное количество не только там кофеина, содержащих каких-то соединений, да, но и как бы много других алкалоидов и соединений, которые довольно активно воздействуют на организм. Это, конечно, и витамины, минералы и все остальное, то, что полезно для здоровья. Но и, конечно же, хороший чай достаточно сильно воздействует на организм. Вот. То есть все знают, что если там очень крепко чай заварить, то можно почувствовать много что интересного, кажется, что-то свое в нем найдет. Но мне кажется, что это очень здоровая такая хорошая замена каким-то вредным зависимостям, потому что чай, в отличие там от алкоголя, от других каких-то вещей, он не вызывает негативных последствий на организм, да, но при этом тоже поднимает настроение, поднимает самочувствие, появляется энергия, что-то делать. То есть, в отличие от кофе, он более мягко действует на организм, потому что кофе, например, он резко очень, да, воздействует на сердце, на съедущую мышцу, очень такое непосредственное воздействие. А чай из-за того, что более сложное соединение, у него воздействие на организм более мягкое, но при этом тоже сильное. И получается, что нет вреда для здоровья, но при этом довольно сильная активность, получается, появляется на чаю. Если идет такое заявление, что нет вреда для здоровья, значит, проводились какие-то медицинские исследования? Конечно, конечно. Если вы откроете любое исследование касается чая, нет ни одного вообще доказанного исследования о вреде какому-либо чаю. Есть, конечно, всякие там байки британских ученых про то, что вот якобы чай выводит кальций, и что-то такое, это полная ерунда. Нет ни одного документа или научных исследований, которое бы это доказывало. Надо доказывать только обратно. Есть какие-то противопоказания, которые касаются именно, может быть, заболевания у человека, может быть, реально очень большие проблемы с давлением или сердцем или чем беременность там какие-то такие вот противопоказания когда не должен причем шлиф целиком нельзя пить чай человек пить можно но просто нормировать да не пить слишком много вот поэтому только так а так в этот напиток который для миллионов людей по всей планете является там основным можно сказать напитком из целые народы там средней азии китая тоже да где это в общем-то люди пьют литрами чай и с ним все хорошо я не люблю зеленый чай но говорят же он полезный да и я даже не знаю что выбрать черный или зеленый все-таки на самом деле много очень нюансов но конечно же да зеленый чай не зря говорят что он очень полезный потому что за счет того что меньше обработка там сохраняется максимальное количество в том числе витаминов других полезных элементов и поэтому китайцы его любит но не только конечно поэтому за вкус и за другие свойства в жару очень хорошо пить зеленые чаи и светлые белые чаи очень хорошо жару а в китае больше все мест особенно на юге жарко ну то есть как правило юг китая больше пьет зеленого чая север китай больше пьет красного и темного чая насчет красного чая сказать что он конечно же там был другой много химический состав за счет того что лист ферментированный поэтому он тоже полезен но там немножко другой эффект там может быть на пищеварительный тракт может быть тоже бодрящий эффектом и так далее то есть там я так как я не врач я не берусь как бы говорить именно о каких-то полезных свойствах так более конкретно потому что я еще не люблю найти таких шарлатанства вокруг каких-то продуктов к начать говорить там о этом выпей вот это похудеешь там съешь что тебе станет лучше вот я не сторонник вот этого я считаю что хороший чай это прежде всего хороший вкус хороший аромат хорошее настроение и интересная культурная составляющая на как чаепитие ну а вот для себя выбрать чай соответственно нужно прийти и попробовать конечно каких рекомендаций не можно дать рекомендации я скажу так что вот например если говорить про нашу компанию дата весь этот момент который выбираем не знаю что такой огромный это уже огромный отбор прошел то что перед тем как один сорта попадет он был выбран как минимум из 5 10 других вот еще даже вот такой довольно жесткий отбор потому что у нас подход такой скажем не только коммерческий но и такой фанатичный плане на любви к чаю потому что компания еще началась с таком на таком энтузиазме именно интересу к чаю который чаще всего пропасть только для себя продавался для друзей потом все зашло заслось и но принципы закупки принципы вообще отношения чаю не остались такими же поэтому если про нас там я не берусь судить других там что я не знаю да но у нас отношение такое что весь чай который мы продаем я могу рекомендовать но какой именно вам понравится это нужно вам уже попробовать то есть для этого касса есть тоже клуб куда можно прийти где можно пообщаться где можно купить маленький пробничек у нас есть такие как наборы знакомства с чаем например да то есть можно купить такой набор и попробовать там самые разные сорта из разных категорий и хотя бы примерно уже поняв что понравилось можно дальше уже путешествует по этому бескрайнему океану чая это вот как раз таки для меня эти наборы да вот это да это обычно с этого все это все начинается то есть какой-то простенький набор посуды для правильного заваривания да там зависимости от предпочтения это может быть чайник там глина фарфор стекло там вариантов много как заваривать чай вот и такой вот наборчик именно по чуть-чуть разных сортов потому что действительно это часто бы так и знаете распространенная ошибка начали новичка чая то есть он начинает увлекаться чаем что-то там где-то услышал и я пришел купил может один-два сорта каких-то которым по каким-то причинам не понравились может быть не повезло там с выбором чая там магазин неудача вас может просто эти сорта не нравились именно поэтому я рекомендую брать много слов много разных понемногу это самый такой хороший способ познакомиться и сергей вы затронули тему как заваривать но там глина вы сказали да там много вариантов вот скажите пожалуйста произошли ли вообще какие-то изменения с чайной культурой в россии за последнее время происходит происходит нас принципе что интересно то что в китае вообще подъем развлеченной культуры начался в принципе почти в похожее время с нами потому что как раз в китае вот период коммунистического сначала такого ну не застоя ну скажем культурная революция была потом значит были довольно жестко регламентированы все вот и и сами производители чай и так далее то есть все было так вот ради количества как у нас советское время тоже там да то есть на какие-то тонкие там сорта условно для буржуев там никто их не производил долгое время поэтому подъем пошел после экономических реформ дэнсио пина то есть да в конце 70-х начале 70-х годов потом потихонечку в 90 касс уже началось развитие чайной культуры в китае нового волна которая пришла и при поддержке тайване потому что на тайване не было вот это прерыва да вот и у нас в это же время тоже начали начали появляться первые чайные клубы в разных городах и ничего сообщения интерес чай начал подниматься сначала это было очень долго таком андеграунде как-то так вот сейчас уже пошла реально волна в опублировизации чая массово то есть везде ты приходишь даже ресторан там и не удивляет никого что вот есть там чай пуэр там или есть какой-то чай там улун там и так далее но вопрос качества этого чая конечно остается актуальным до сих пор то сейчас это очень бросовый чай который как бы ну массовый сегмент поэтому мне лично кажется какие изменения происходят то что потепенно люди начинают понимать что такое качественный чай вот они столько учиться может быть правильно заваривать а правильно знакомиться с качеством и вот эта миссия которую мы именно стараемся нести то есть именно знакомить именно и с правильными завариваниями способами заваривания и с тем что продукт может быть очень разным это что как бы не нужно и по первым впечатлению судить там о целом о явлении там да вот такой момент вот а так по завариванию конечно очень много появляются новые посуды новые какие-то способов каких-то там маленьких там аэропресс последних каких-то историй то есть обычно себя используя кофе сейчас начали никто используя чая там то есть тоже очень вкусно интересно там потом варка чая варка чая там сифоне там варка чая там на открытом огне там то есть какие-то в принципе даже старые способы но там новые новые методы скажем новые какие-то вариации все точно здорово что чаще напиток универсальный в этом плане то есть вы все-таки за то чтобы мы все отказались от этих чайных пакетиков но я бы так сказал что пакетик вообще целом да можно сказать что так я конечно за то чтобы как-то пакетика пока не в том виде в котором пакетики существуют сейчас потому что и дискредитировали был замечательный такой товарищ что она салливан которых изобрел в начале десятого века в нью-йорке но как бы в общем-то его начальная идея это был шелковый пакет так класса хороший листовой чай сейчас просто используется непонятная бумага иногда с кем-то не очень полезными добавками хотя есть уже нормальные конечно вот но как так или иначе качество следует лучшему проблема тут не столько сам пакетики а столько сам качество листа труда кладется да то есть там мелкая фракция которая меньше аромата даёт и так далее вот то есть тут такой момент а чай крупно листовой он вкуснее интереснее богаче и тут еще важна сам ритуал то есть не с точки зрения церемонии с точки зрения того что чай он гораздо интереснее как продукт становится когда ты упьешь листовым то есть взял посуду для чая на церемонии там да не обязательно быть какие-то там семи питьевого очень многих останавливает момент о мне нужно тут разбираться в чай это такая церемония такая сакральная да есть такая часть церемониальная но может тоже сам посуду использовать для обычного домашнего чаепития пожалуйста хоть там с пряниками ничего страшного там нету простуд вопрос именно того что нужно разделять это и находить чай тоже тебе нравится вот и тогда чай раскроет совсем по-другому вот я ни разу не видела не участвовала в чайной церемонии в китайской чайной церемонии замечательный шанс прийти к нам все будет ли это как-то но по времени там допустим утром днем вечером то есть будет ли это в клубе в клубе вот привязка ко времени или я могу прийти вот она такая денежка мне там да вы можете брать и всегда всегда когда чайная будут работать все время работы будет всегда возможно пить чай конечно же если чисто дома да вот как я обычно рекомендую хорошо чай пить в первой половине дня и может быть где-то за 45 часов до сна это чисто вот ну так но на самом деле конечно можно в любое время пить кто-то бывает перед сном попьет чая ляжет спать заснет тут очень индивидуально организм чая работает она касательно клуба конечно же считаю что очень хороший способ провести время с друзьями очень хороший способ провести время с любимым человеком можно одному прийти там вместо кофе брека прийти на чайный брейк очень-то как это бывает в китае то сейчас ты приходишь вот в них после обеда до китайцы сидят просто вот пьют чай часто такое бывает и по вечерам тоже собирается вся семья друзья там все тоже сидят пьют чай там обсуждают там может играют во что то есть это как бы чай такое скажем пространство до коммуникации то есть люди вот общаются за чаем и это по-моему лучше ничего не придумаешь а если я приду в клуб и попрошу специально для меня провести церемонии проведут конечно 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 можно и церемонию можно и просто чип 54 есть такой найти условное разделение пин-чай гунфа чая пин чай это пробование чая樣 включает в начальному церемонии пин чая planet бывает что ту же самую посуду вы используете именно для заваривания на может быть каких-то зришних среди мониальных пацов просто вот заваливать и спас спокойно и все а церемония позволивает что мастером рассказывать про чая что мастер как бы более внимательно относятся к каждому самодвижению и так далее. То есть это уже некий элемент такого представления. И то, и то имеет место быть. Сергей, скажите, пожалуйста, вот что вы посоветуете человеку, который хочет заниматься чаем уже не как любитель, а как профессионал? Ну, мне кажется, прежде всего пить чай. Это первое, что стоит начать. Конечно, стоит купить какой-то начальный набор посуды чайной. Посмотреть опять-таки видео, в том числе и мои, о чае, о том, как правильно заваривать, о разновидностях, о способах заваривания и так далее. То есть это очень много нюансов. Конечно же, очень много информации. Вообще, что хорошо, то, что в России, в Рунете, очень много информации о чае в целом. И мы тоже такую достойную лепту внесли, как раз в образовательный такой момент. Поэтому, конечно, прежде всего читать и пить чай. Смотреть и пить чай, учиться. Потом как бы уже как именно будет получаться у вас, это зависит уже от вас. Но очень важно быть внимательным. То есть чай, прежде всего, рождает внимательность, рождает такие отношения очень тонкие, скажем так, к миру вообще. И чай меняет человека очень сильно, когда начинаешь им серьезно увлекаться уже, когда он становится частью жизни. И мне кажется, каждый человек по-своему это раскрывает, конечно, мастерство и само по себе заваривание чая. То есть, я думаю, если говорить про профессионалы чая, то прежде всего это чайный мастер. Чем бы он там не занимался, там, продажей чая или чем-то еще, все равно он должен быть уметь заваривать чай, уметь рассказы про чай, знать о чая много. Чайный мастер у него свой стиль у каждого. Поэтому он должен вырубиться свой стиль, должно вырубиться свое видение чая, ощущение, умение собирать людей вокруг себя. И тогда, видимо, иначе начинает получаться. То есть, как-то так. Сергей, где вас можно найти в интернете? В каких соцсетях, какие хэштеги? Ну, прежде всего, это сайт мойчай.ру, то есть, мойчай.ру, если набирать даже по-русски, в Яндексе, вы найдете. Второй – это блок на Ютюбе тоже, Сергей Шевелев. Я думаю, этого достаточно, потому что все остальное, там, все Фейсбуки, ВКонтакты и прочее, все это можно там же найти. И на сайте, и на Ютюбе. Да, как-то так. Друзья мои, завтра вы можете продегустировать огромное количество чая вместе с Сергеем Шевелевым по адресу Серафимовича74 в клубе «Чайной культуры», который называется очень просто «Мой чай». Завтра Сергей вас будет ждать 17.00. Да, эксклюзивные чаечки будут, которых обычно не бывает. Обычно мы только на открытии их привозим, коллекционные лауча, там старые чаи и так далее. Много чего будет интересного. Приходите. И это вот честно Сергей сказал, потому что вне эфира было, наверное, минуты 15 назад, когда Сергей говорит, я очень хочу поделиться самыми вкусными сортами, я их вот храню, они у меня где-то там лежат. Только на открытие чайных вообще достаем специально, потому что их немного, но с людьми хочется делиться, и поэтому выбрали такой метод, скажем так, открывая снова чайные, мы приезжаем и проводим такую встречу, где каждый из которых получается незабываемый. Поэтому первая встреча на новом месте всегда незабываемая, в любом случае. Друзья мои, не пропустите встречу с Сергеем Шевелевым, отведайте этот вкусный чай, поделитесь потом своими ощущениями, своими чувствами в прямом эфире, буду ждать от вас отзывов. Напомню, что завтра, 18 июня, в 17.00 по адресу Серафимовича, 74, откроется клуб чайной культуры. И сам вас будет встречать руководитель проекта Сергей Шевелев. Спасибо вам большое. Сергеич, приятно было с вами пообщаться. Приезжайте почаще в Ростов-на-Донбасс. Обязательно. Сейчас буду чаще бывать однозначно. Я, по-моему, до этого несколько раз, но так проездом теперь есть повод бывать чаще однозначно. Приезжайте, будем ждать, заходите в гости, привозите, приносите. В следующий раз обязательно вас напоим чаем прямо здесь. Вообще, это у нас любимая традиция. Спасибо. Меня уже пригласили, друзья. Так что завтра встречаемся на Серафимовиче, 74, 17.00, в новом клубе чайной культуры, который очень просто называется «Мой чай». Все. Еще раз вам спасибо. Спасибо вам большое тоже. До скорых встреч в эфире. До свидания. Всего хорошего.